Мне представляется, что сама по себе возня вокруг учебника истории точно так же связана, как и многие другие обстоятельства жизни в нашей стране, с жутким совершенно гипертрофированным подхалимажем в отношении действующего президента. Когда в свое время, в 1993 году, писалась Конституция, то в Конституцию под Ельцина не была включена статья «Что делать в случае, если президент умирает?». Потому что казалось кощунственным и не очень этичным, и все боялись это произойти. Как-то так, Борис Николаевич, а что мы будем писать, что Борис Николаевич умрет? Вы поймите, это не этично. Вот сегодня многое из того, что происходит в нашей стране, оно обусловлено вот этим вот черным, неизмеримым подхалимажем, вот этой истовостью, которая наблюдается в первую очередь у людей культурных, у людей науки, у людей искусства. И они делают очень большую негативную работу по разрушению страны, потому что именно интеллигенция должна всегда стоять на позиции, при которой она объективно оценивает как людей, приходящих во власть, так и уходящих, вместо того, чтобы либо взлопыхательствовать, или наоборот, вылизывать все места у действующего политика. Вот, на мой взгляд, эта вся ситуация, она сегодняшняя, характеризуется именно вот этим безудержным, это не культ личности, это гротеск, это гримаса культа личности, но по степени своего негативного, будем говорить, влияния на общество, на развитие общества, она, конечно, чудовищна.